Живая история в Музее промышленности и искусства. В субботу состоялась тематическая встреча, организованная Клубом военно-исторической реконструкции «Белый отряд». Основная цель мероприятия на фоне живописных работ Михаила Сергеева, чья выставка картин о русской истории открылась неделю назад, дать возможность зрителям рассмотреть, поддержать и даже примерить военное снаряжение, с которым шли в бой наши предки. Вокладая какие-то образы художественные или даже имея перед собой какую-нибудь пушку или меч в музейной экспозиции, мы вряд ли можем сказать о том, каково на самом деле было этим оружием сражаться, как эта пушка стреляла, какая у нее была отдача, какие требовались качества, умения человека, который этим оружием пользовался. А вот здесь сейчас как раз люди, которые могут обо всем этом рассказать. Эту лекцию участники клуба посвятили снаряжению периода битвы на Куликовом поле и смутному времени. Ивановцы примерили шлемы, аналогичные тем, которые носили воины раннего Средневековья и конца 14-го, начала 17-го веков. Также присутствующим рассказали о том, как одевались и чем жили люди того времени, и даже показали, как правильно обращаться с копьем. Русские, датары, фанголы, половцы копье держали вот так. И удар наносился на скаку, на вытянутой руке. В обществе сейчас очень велик интерес к истории. Есть люди, которые занимаются военной исторической реконструкцией. Вот одни из этих людей – это как раз мы. Более того, темы наших интересов совпадали с сюжетами картин, поэтому, соответственно, вот мы здесь. Все реплики, то есть реконструированные артефакты того времени, участники белого отряда делают сами. Андрей Бавздевич, руководитель клуба, также выполняет работу кузнеца. Все шлемы, копья, мечи выкованы именно его руками в собственной мастерской. На бумаге сначала все это вырезается, шаблоны, и по ним делается модель из чего-нибудь простенького, из жести или из той же бумаги, и смотришь, правильная ли у тебя геометрия шлема, похож ли он на то, что стоит в музее, все ли сходится. Ну, это недолго. Если новый, совсем новый шлем, то это где-то месяц. Если модель уже отработана, то это дней 5-6. Военно-исторический клуб существует на протяжении 15 лет. Как нам рассказали участники белого отряда, интерес к истории у ивановцев не угасает, а только растет. Такая тематическая встреча прошла в нашем городе в первый раз. И, как уверяют организаторы, не в последний. Полина Понасицкая, Денис Денисов, РТВ Иваново. Продолжение следует...